Вьет свои гнезда эти крошечные изящные птички. Тут они выводят птенцов, а в конце лета летят зимовать в леса далекой Индии. Заповедник Аксуджабаглы – самая северная область гнездования райской мухоловки. Черные грифы – птицесанитары. Их называют еще индюковые грифы, потому что когда они ходят, очень похожи на индюков. Тихие летние ночи заповедника полны жизни. Индийских дикобразов не увидишь днем. В глубоких норах отсиживаются они, предпочитая прохладу и покой ночи. Это самые крупные грызуны в нашей стране. Разве можно их назвать коварными и злобными? Скорее наоборот, они громко топают, когда идут и гремят погремушками из илю, словно предупреждая «Я колючий, и иглы мои вас могут сильно поранить». Чем выше поднимаешься в горы, тем чаще попадается не стаивший еще снег. Климат здесь суровый. И это вполне устраивает снежного барса. Редкого зверя, по счастью, сохранившегося в этих горных местах. А вот и горные козлы Тао-Та-Ке. Неприхотливые жители скал. Гуляют где хотят, благо просторы огромные. Горная индейка. Улар. Очень редкая птица. Легче, конечно, снять ее птенцов, и то, если повезет. Увидеть ее целое событие. А этих птиц ни с кем не спутаешь. Орлы, беркуты. Правда, молодые еще. Они пока только мечтают о дальних полетах. Взрослым мечтать некогда. За день надо успеть не один раз найти добычу, поймать, принести в гнездо и накормить своих драгоценных детенышей. Оба родителя с величайшей нежностью заботятся о своем потомстве. Особенно мать усердно печется о них, добывая им пищу. А добыть бывает нелегко. Иногда приходится удаляться от гнезда на 20-30 километров. Зато детеныши будут крепкими, сильными, будут жить до 100 и более лет. Такова уж порода этих самых крупных и сильных орлов. А вот и сурки Менсбира вышли на солнышко, чтобы найти что-нибудь съедобное. В первую очередь, конечно, свои любимые растения. Вышли из норок и сурчата. Они родились в глубокой темной норе и видят мир впервые. Но это их нисколько не смущает. Взглянули и довольны. Надо приниматься за дело. На мамином молоке не отъешься, ведь накормит она их теперь перед сном. Сурки эти водятся только в западном теньшане. Больше нигде в мире их не встретишь. Высота здесь до 3,5 тысяч метров. Она им только на пользу. Не могут они жить в тепле. Поэтому ни в одном зоопарке нет этих милых зверьков. А родители все время на стороже. Каждую минуту они оглядывают окрестность. Нет ли опасности? Она есть, всегда есть. Вот так и идет жизнь в заповеднике Аксу-Жибаглы. Пока еще все эти животные записаны в красной книге, как редкие или исчезающие. Но пройдет время, и под охраной человека...